Итак, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов. В этом видео я покажу, как же правильно оставить заявку на восстановление скидки за безаварийное вождение КБ. Итак, нам понадобится ссылка. Нам понадобится ссылка. Вот эта. Переходим на нее. И у нас появляется такая достаточно простая форма. Здесь мы пишем фамилию. Кирилл Рыбасов. Давайте все правильно пишем. Рыбасов. Кирилл Александрович. Отлично. Теперь дата рождения. 23. 10. 1982. Так, здесь через точку обязательно надо писать, потому что разделитель должен именно через точку, а не через тире. Потому что, смотрите, если мы поставим через тире, то система будет ругаться. Дальше. Серия номер паспорта. Здесь можно поставить все цифры. Можно поставить буквы. Но цифры в конце нельзя. Только цифры. Да, 6 последних только цифр может быть. Поэтому небольшая тут защита стоит. Но, тем не менее, все внимательно проверяйте, как вы указываете документы. Ну, давайте я поставлю цифры. И здесь у нас текущий КБМ. То есть, вы выставляете тот КБМ, который на сегодняшний день есть. Почему не 0.55 и почему не 0? Здесь нет такого. Потому что за КБМ оплачивается, за эту услугу оплачивается только если мы восстановили 5 или более процентов. Поэтому, если у вас уже 0.55, то больше 5 невозможно будет восстанавливать. Если у человека 0.50, то опять же, какой смысл что-то им восстанавливать, если у него уже на максимум. Но, в принципе, и 2.45, и 1.55, и 1.4, все это возможно. Потому что если КБМ был примерно неправильно, то все равно понизить его можно будет. Дальше фото право с двух сторон. Ну, естественно, просто заходите, нажимаете вот так вот, да, выбираете файлики, да, которые вам нужны. Ну, давайте чего-нибудь, какое-нибудь найдем здесь. Какую-нибудь фоточку. Ну, вот, допустим, да. Таким образом можете прикреплять. И вот он прикрепился. Либо можете прикреплять вот таким образом. Перетаскиванием. Да, так, перетащить. Так, перетащить. То есть, такой момент можно сделать. Дальше, принтскрин оплаты. То есть, вы оплачиваете нам по инструкции, как оплачивать. Мы это вам все пришлем. Как только оплатили, принтскрин этой оплаты сюда приложили. И дальше здесь надо написать заказчик. То есть, как вас зовут. Если ваша компания там Сюзанна Полис, пишем Сюзанна Полис. А если вы Владимир Иванов, то пишите Владимир Иванов. Владимир Иванов. Это, чтобы мы могли вас, естественно, найти и понимать, с кем общаться, с кем переписываться. И так далее. Ну, и пишите здесь свой номер телефона. Все. Нажимаете кнопочку отправить. Я кнопочку отправить не нажимаю, потому что это сразу автоматически пойдет всем исполнителям. И все начнут с этим работать. Ну, и единственное, что я могу показать, где фактически можно будет посмотреть видео. Ой, видео говорю. Где можно будет посмотреть результат вашей заявки. И это можно сделать вот по этой ссылочке. Вот по этой ссылочке. То есть, инструкцию, откуда я вам все это присылаю, будет вам отправлена, естественно. Ну, и здесь вы можете посмотреть статус своей заявки. То есть, такая табличка, где можно там смотреть. Ну, допустим. Ну, как он? Давайте что-нибудь подтянем. Да. Вот, допустим, заявки с 27 числа, 27 февраля 2018 года. Было 0,95. Соответственно, 0,9. За это не оплачивается. Это бесплатно. Была, соответственно, единица. Стал 0,55. Это, конечно, оплачивается. Эту услугу восстановить. И так далее. То есть, вы здесь можете по номеру серии своих прав смотреть статус выполнения заявки. Все, друзья. Если будут какие-то вопросы, замечания, комментарии, предложения, дополнения. Если вы уже системно заказываете у нас скидку за безаварийное вождение. То это удовольствие, то есть, точнее, всю эту переписку можно ввести с нашим менеджером в чате Т34. Меня зовут Кирилл Рубасов. Академия страхования и мультфинансов. Счастливо. Пока-пока. Продолжение следует.